Субтитры делал DimaTorzok Все это время менялось только одно – цена за квадратный метр. В предварительном протоколе была указана ориентировочная стоимость – 27 тысяч рублей. Правда, позднее сумма поползла вверх. В пятницу мы узнали 30 тысяч 400. Уже? Уже. До этого, буквально в четверг, заселялся дом через дорогу от нас. Строились одинаково, застройщик один и тот же. У них цена 29 600. Колебание цены квадратного метра ипотечного жилья сказалось на многих не лучшим образом. Юля Кустова 3,5 года назад внесла 20% от общей стоимости. Ежемесячно платит за ипотеку. Сама же с детьми проживает в съемной квартире. И денег на жизнь почти не осталось. У нас зарплата маленькая – 10-12 тысяч. Это за ипотеку заплати, квартату заплати. За детский сад как будем платить? Уже нет денег. Детей нужно кормить, одевать. Денег нет. Бюджет нам дал 200 тысяч, бюджет у нас забрал 200 тысяч с этим повышением. В сложившейся ситуации нельзя винить нижнекамские власти. Они свою работу выполнили. Застройщик компании «Домкор» также в этой ситуации ни при чем. Мы строители. Мы дом подняли, отделку выполнили. Все, нам дадут команду заселять. Вот нам 34-20 дали команду. Мы в прошлый четверг заселили этот дом. Будущим новоселам остается винить только инвестора. Им выступил Государственный жилищный фонд. Государственный жилищный фонд, он, значит, такая приписка, что при поддержке президента республики Татарстан. И, понимаете, а поддерживает таково президент, получается? Кого? Жилищные, вот эти вот строительные организации или все-таки работников бюджетных организаций? Что касается изменений стоимости квадратных метров, оно связано с ростом цен на стройматериалы. Кроме того, выяснилось, что заселение в эти дома уже на подходе. По крайней мере, так сообщили в ГЖФ. По студенческой 47-й дом на выходе, вот сейчас распространение, вот так пишется, для сдачи. А потом и после этого заселения будет. 49-й тоже собирается готовить документы. Я только сегодня говорил кураторам. Точную дату заселения пока не называют. По неофициальным данным оно должно произойти не позднее середины ноября. Теперь нижнекамцам остается лишь верить и ждать. Альберт Мяншин, Максим Галимзянов, Эфир-24. Настройте и смотрите новый телеканал в кабельных сетях. Эфир-24. Релакс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова